То есть этот человек, Усман Дудуркаев, который задержан по документам этого Кузнецова, Романа Кузнецова, это человек, участвовавший в покушении на меня. Телеграм-канал АДАТ опубликовал информацию о том, что ФСБшники высадились в Чечне и арестовали приближенного к Адаму Дилимханову Романа Кузнецова. Но дело в том, что Роман Кузнецов, это не совсем Роман и не совсем Кузнецов. На самом деле его зовут Усман Дудуркаев и он действительно является советником Адама Дилимханова. В Москве он более известен по кличке Сутенер Адама, потому что поставляет ему женщин. Его в женщинских кругах в Москве его называют Сутенер Адам. Вот так вот выглядит этот человек. Но для меня эта история примечательна еще тем, что он стоит за покушением на меня. Он является тем самым куратором моего убийства. И вот на этой фотографии в очках сидит Усман Дудуркаев. А вот этот вот, чье лицо вы видите крупным кланом, это Имран Хасханов. Это тот самый Имран Хасханов, которого шведский суд арестовал заочно. И он сейчас находится в международном розыске. Имран Хасханов является родственником Усмана Дудуркаева. Они оба родом из селения Шалажи, у Русмартановского района, являются родственниками. Именно Дудуркаев является связующим звеном между Хасхановым и Адамом Дилимхановым. То есть, мое убийство курировалось Дудуркаевым. Адам Дилимханов выделил деньги Дудуркаеву. Дудуркаев передал нужную сумму Хасханову. Хасханов нашел Мамаева. Вместе с Мамаевым приехал сюда. Меня выслеживали, готовились, планировали. То есть, этот человек, Усман Дудуркаев, который задержан по документам Романа Кузнецова, это человек, участвовавший в покушении на меня, организовывавший его. По информации канала Адат, его задержали за вымогательскую деятельность. Действительно, они, конечно, этим промышляют в Москве, так называемой коллекторской деятельностью. В общем, вроде бы приехали ФСБшники, скорее всего, сидит где-то в Лефортово. Парня закрыли. Но я не удивлюсь, если скоро его отпустят. Это нас тоже не удивит. Но тем не менее, информация интересная. И, ну, не буду скрывать, конечно, она меня порадовала. Редактор субтитров А.Семкин